После того, как Западная Римская империя пала, Восточная Римская империя Византия существовала еще тысячу лет. Византийский двор вскоре стал известен как настоящий рассадник интриги секретов и место беспощадной борьбы за трон. Никто никому не мог доверять. Поскольку византийцы всегда считали, что непопулярного правителя можно заменить, ряд императоров погибли насильственной смертью. Константина II забили до смерти мыльницей, в то время как он принимал ванну. Михаил III потерял обе руки, пытаясь защититься от удара мечом. Никифор Фока был предупрежден о заговоре и приказал обыскать дворец, но его жена спрятала убийц в своей спальне, куда охрана не могла войти. В итоге императора зарезали той же ночью. При императорском дворе в Константинополе царила атмосфера тайн и интриг. За влияние боролись все, от евнухов до придворных. А империей, по сути, часто правили фавориты императоров. К примеру, в IX веке евнух Стауракиос помог императрице Ирине свергнуть и ослепить своего сына. Сам Стауракиос вскоре был отстранен от неформальной власти евнухом Этиосом, который плел интриги, чтобы сделать своего брата императором. Но и Этиосу не удалось защититься от министра финансов Никифора, который организовал переворот и сам царствовал как император, пока его не убили болгары. Эта атмосфера интриг царила до падения Константинополя. Византийцы считали сиреневый и пурпурный императорскими цветами, поэтому одежду таких цветов разрешалось носить только членам императорской семьи. В конце концов, император приказал построить специальную комнату со стенами из порфира, камня пурпурного цвета. Императорских детей, рожденных в этой комнате, называли багрянородными. Это считалось очень престижным, и такие дети не должны были вступать в брак за пределами империи. Жители Константинополя, величайшего города на Земле, не боялись выражать свое мнение, причем часто не самым мирным путем. Известно, как фанаты синий и зеленый команд гонок на колесницах, взбунтовались против Юстиниана I. Император уже был готов бежать из города, но у власти он остался благодаря своей жене Феодоре, заявившей, что она лучше умрет императрицей, чем будет жить, как простолюдин. Повстанцев вскоре убили. Евнухов в византийском государстве можно было найти на любой должности, от придворных священников до генералов. Обычно их воспринимали как безобидных, ни на что не претендующих людей, поскольку у евнухов не было детей, которые могли бы наследовать их статус. Кастрация была незаконной в империи, поэтому многие евнухи были изначально рабами, которых кастрировали за пределами империи, еще в юном возрасте, а только потом привозили в Византию. Но были известны случаи, когда обедневшие византийские родители кастрировали своих сыновей в надежде на то, что когда эти мальчики подрастут, то им будут обеспечены прибыльные должности при дворе. Несколько источников того времени утверждали, что евнухи часто использовались в качестве сексуальных рабов. Это было официально запрещено, и церковь изо всех сил старалась найти способ остановить подобную практику, напрямую не осуждая рабство, и тем самым императора.